Здравствуйте, дорогие друзья! Снова возвращаемся к выходу из Египта, к которому мы возвращаемся каждый год, да и каждый день, потому что почти все молитвы связаны с этим. А почему? Выход из Египта, все-таки говорят мудрецы, это аллегорическое такое описание личной трансформации каждого человека на его духовном пути. Давайте расшифруем чуть-чуть. Египет обозначается человеческим, ну, эго. Это физическое, это наше такое... Самый древний наш рабовладелец в истории. Египет символизирует соблазнительные ловушки материального мира. Как только наш духовный мир становится слишком тяжелым или какие-то некомфортным для эго внутреннего, оно заставляет нас вернуться в свой персональный Египет и опуститься на более низкий уровень, к которому мы до этого уже привыкли. И вся эта трансформация требует самопознания, личной ответственности. Это совсем не просто сделать себя хоть на один шаг лучше. Нас постоянно тянет сделать шаг назад, даже после того, как мы что-то двигаемся вперед. И вот тут самая сильная схватка. И так получаются сильные и настоящие люди. Именно так и было тогда. Смотрите, давайте вспомним. Маша Рабейн рос во дворе кого? Фараона. Он не раб был. Он был приемным сыном могучего царя, управляющим его домик, кроме всего прочего. А кроме этого, он был связан со своей настоящей семьей, потому что колено Леви в Египте не было порабощено. То есть у Маша была идеальная ситуация. Он мог наслаждаться благами, учить Тору у своего отца, великого мудреца поколения, и с братом-пророком общаться почти каждый день, и обеспечивать благополучие своей семьи с помощью фараона. Но пока остальные колена Израиля были порабощены, Маша не мог найти покой и утешение. То есть есть люди, которые не удовлетворяются тем, что у него все в порядке. Они видят, как несовершенен мир и пытаются помочь. И вышел к братьям своим, то есть к остальным коленам, увидел страдание. Есть секрет такой. Кто хочет выйти к братьям своим, должен научиться судить о людях, что оправдывая их. В первую очередь, видеть заслуги других людей, понимать тех, кто находится в худших условиях. Вот если люди должны смотреть на мир и видеть, он в худшем условии, чем я сам, надо помочь ему. Однажды Адмор Резгура, автор книги Пнеймана Хэм, по-моему так, давал урок по трактату Авот, и дошел до мишны суди каждого человека, находя оправдывающие обстоятельства. И дословно там звучит так, суди каждого человека склоняет чашу весов в сторону оправдания. Спросил учеников, а что такое за чаша, что это такое, почему это чаша. Никто не смог ответить. Адмор объяснил. Если у человека есть суп в большой кастрюле, он пользуется большим половником. Как пользуется? Он крутит, ищет там кусок курицы, мясо, мешает суп, ищет. Судить, используя чашу оправдания, значит вот таким вот половником, чашем, какую-то искать заслугу, какое-то оправдание каждому человеку. Написано, если будешь искать, например, найдешь. Будешь искать недостатки, найдешь недостатки. Такой ответ понравился ученикам, но Раф сказал, что это не все. Вот когда вы покупаете пару ботинок, как вам помогает обувный рожок? Разве он укорачивает стопу? Нет. Расширяет ботинок? Нет. А что? Такой рожок, лопатка, он просто помогает стопе войти в ботинок. То же самое с чашей оправдания. Если облегчить себе поиск, все совпадет. Будешь искать хоть какое-то оправдание, заслуги какие-то, обязательно найдешь его у любого человека. А как добиться, чтобы чаша перевесила оправдание? Попытайся себя представить на месте другого и подумать. Если бы я был на его месте, в его состоянии, в его положении, с его желаниями, с его наклонностями, возможно, я вел бы себя так же, а может и хуже. Наша проблема в том, что мы спешим судить человека, не пытаясь найти для него никаких оправданий. А действовать надо наоборот. Мы же все делаем из минутного порыва и немедленно готовы повесить на городской площади. Почему? Потому что на самом деле мы не пытаемся найти у человека какие-то заслуги, хотя и как-то оправдать его. Ведь это требует определенного усилия. Надо пренебреть какими-то общепринятыми условностями, проявить больше любви. Чаша оправдания – это наша возможность увидеть в другом точку света. Его заслуги. Прежде чем судить ближнего, говорят мудрецы, за его жизнь, за его характер, за его действия, обудься сначала его в ботинки, пройдись по тому пути, по которому он шел, упади там, где он падал, поднимись так, как он поднялся, и тогда ты можешь о нем судить. Есть великий секрет кабалы. Когда мы приучаемся судить о каждом человеке, подыскивая ему оправдание, мы создаем вокруг себя защитную стену. Ведь тогда и Творец судит нас по принципу мера за меру. Он будет находить нам оправдание. Есть такое еще понятие, в Мишлей написано, кто полагается на свое богатство, тот падет. И тот не удержится, кто имеет, и боится, что не хватит ему, и не открывает свои руки для помощи другим. И даже заслуги отцов не оправдают его перед судом. Это Раши сказал. Проповедуя в синагоге, Раби Салантер указывал, что все люди не идеальны. Он призывал каждого и всех работать на собой, чтобы стать лучше. Но что он при этом говорил? И у меня есть недостатки. В действительности я читаю проповедь самому себе. Если то, что я говорю, полезно вам, пожалуйста, пользуйтесь. Вот правильный подход. Общее правило. Человек не может судить другого человека. Двое споткнувшиеся на одном и том же в Верховном суде судятся по-разному. При вынесении вердикта необходимо учесть все факторы. Надо учить степень соблазна и так далее. И бывает, что причина кроется в предыдущем рождении и так далее. Кто судит других благословно, того будут судить благословно. И последнее. Сказали мудрецы, нет плохих людей, есть плохие поступки. Вдумайтесь в это. Браха вы от слоха, и защитная стена будет и вокруг вас.